16 мая утром на улицах города Пушкина появились плакаты, где участник предварительного голосования от Единой России Ирина Слуцкая изображена на фоне флага Израиля. Оппоненты Ирины решили сыграть на ее национальности. Как вы прокомментируете появление Ирины Слуцкой на фоне флага другой страны? Вы знаете, я прокомментирую в это крайне негативно. Почему? Потому что мы сейчас все знаем, что 22 мая состоится предварительное голосование. В партии Единая Россия. Так как Ирина Слуцкая наш кандидат в депутаты МОСО был в Думу, то эти плакаты были выпущены со смыслом провокации. Вот как я могу это прокомментировать. Что я хочу добавить, тем более на флаге другой страны, как вы отметили, я хочу сказать, что мы отметили 71-ю годовщину, окончание победы Великой Отечественной войны, и мы победили ее все вместе. Все страны победили фашизм, подавили нацизм. И сейчас выпускать такие плакаты, такие провокационные плакаты, как минимум, это некорректно. На плакате красуется фраза «Хочешь жить в Израиле? Стране безграничных возможностей». Но Ирина живет не в Израиле, она живет в России, в Московской области, в Пушкинском районе. Ее дети ходят в школу вместе с нашими детьми. Ирина Слуцкая была бы рада любая страна, решись она на эмиграцию. Но она патриот своей страны, честь которой неоднократно защищала на соревнованиях самого высокого уровня. Ирина Слуцкая – первая в истории мирового спорта семикратная чемпионка Европы, двукратная чемпионка мира, четырехкратная чемпионка России и двукратный призер Олимпийских игр. Она – заслуженный мастер спорта России. Указом президента России Ирина Слуцкая награждена двумя орденами – дружбы и почета. 20 лет своей жизни Ирина отдала спорту. Именно ежедневный труд по 8 часов в день на льду позволил Ирине добыть золото для своей страны. Для нас Ирина – российская чемпионка, королева льда и общественный деятель. Ирина – член общественной палаты Московской области, курирует вопросы развития спорта, туризма и формирования здорового образа жизни. А что бы Вы сказали жителям, как им к этому относиться? Просто не поддаваться провокации. Вот и все. И хотел бы еще раз, пользуясь случаем, призвать всех 22 мая прийти на избирательные участки и принять участие в предварительном голосовании в партии «Единая Россия». В настоящее время готовится заявление в прокуратуру, МВД и Следственный комитет о факте выпуска агитации, который может способствовать разжиганию национальной розни. Евгений Коломиц, Владимир Парфенов, Телеканал Твой.